Правительство Чувашии в очередной раз рассмотрело документ планирования регулярных автотранспортных перевозок по межмуниципальным маршрутам. О перспективах транспортной реформы в нашем сюжете. Принятие документа планирования перевозок даст старт оптимизации межмуниципальной маршрутной сети общественного транспорта. Его обсуждают уже не первый раз. Горячие споры вызвало предложение об отмене ряда маршрутов Чебоксара-Ново-Чебоксарск. По поручению правительства Минтранс и столичные власти провели дополнительное обследование пассажиропотока. В результате решено оставить существующую схему движения общественного транспорта с небольшими изменениями. Будет отменено три маршрута, но они в принципе два из них были. На прошлый раз еще были заявлены к отмене, так как они не обслуживаются перевозчиками, но в реестре состоят. 263 маршрут у нас обратился перевозчик тоже в связи с маленьким пассажиропотоком из Садового. Он отказался от маршрута, мы его тоже в связи с этим исключаем. И будет отменен 266 маршрут в связи с тем, что он фактически дублирует 220 маршрут. Столичные власти настаивают на сокращении межмуниципальных маршруток из-за сильной загруженности городских улиц и планируют переход от автобусов в малой вместимости к большим транспортным средствам. Обращаю ваше внимание, что согласно утвержденному документу планирования, автобусы малого класса продолжат отнимать существенную долю пассажиропотока у муниципальных перевозчиков, поднимать вопросы безопасности перевозки пассажиров и остается актуальной угрозой банкротства троллейбусного управления. Сходя из этого, администрация города вынуждена будет скорректировать ранее утвержденный план финансового оздоровления троллейбусного управления путем повышения тарифа на троллейбусные перевозки и увеличения субсидий из бюджета города. О переходе на транспортные средства большей вместимости говорят и в Минэкономразвитии, причем называя конкретные цифры. Документ планирования регулярных перевозок на последующий период предусматривает решение задачи. По переходу на использование подвижного состава от малого к среднему и большему не менее 30% автобусов. Премьер-министр Иван Моторин напомнил, что документ, который сейчас разрабатывается, будет действовать чуть больше полутора лет. В 2020-м придется принять новый план на 5 лет вперед. И надо позаботиться о том, чтобы он не застал перевозчиков врасплох. Мы все равно индикативно должны эти вещи заложить, чтобы в дальнейшем, вы сами понимаете, город по своим маршрутам начнет уже эти вещи торговать в этом году. Соответственно, он уже свои изменения будет вести. По крайней мере, чтобы мы тогда подстроились в 2021 году, исходя из тех обязательств, которые вы видите. Глава Чуваши отметил, рынок автотранспортных перевозок должен работать по нормальным правилам. Ориентироваться в первую очередь на интересы пассажиров. Мы должны создавать наиболее благоприятные исследования тех перевозчиков, которые соблюдают меры безопасности, которые по платежам переходят на безналичный расчет. Транспорт является экологичным. Это использование экологического вида транспорта. Дазонатомное топливо, компромированный вид топлива. Минтранс должен в течение недели даработать документ планирования автоперевозок по межмуниципальным маршрутам с учетом высказанных замечаний. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика.